Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Только поднял руку и сразу исчез. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мир вам! И вам тоже. Мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности, о смысле человеческой жизни, для чего вообще человек живет в этой жизни. И хотите послушать, или может у вас вопросы есть какие-то? Ой, да, я, честно говоря, в этом плане, ну, как сказать. Не то, чтобы не верю, но не хочу акцентировать внимание на ком-либо. Ну, то есть делать из этого кого-то святым. Ну, то есть я верю в то, что что-то есть, но я не верю в то, что это есть физическое. То есть это духовное больше, чем физическое. То есть я не могу сказать, что вот именно тот человек святой, да? Извините, конечно, но человек, которому, когда ты приходишь в церковь и платишь за свечку, чтобы ее поставить, да, и берут за тебя, ну, с тебя за это деньги, хотя это не добровольно, а именно тебе говорят таксу, это неправильно, я считаю. Извините, конечно, но вот, как бы, я уважаю чужую религию, но, блин, это для меня непонятно, почему так, почему именно так, а не почему это свободно. То есть ты пришел в церковь, и ты, понимая, что ты пришел в нее, сам взял и положил, несмотря на то, что у нас такое общество, конечно, меркантильное пошло, что все хотят на халяву, это понятно. Но, мне кажется, вот такой человек не будет идти в церковь, и если он меркантильный, зачем ему идти туда? Цель какая? Прийти замаливать грехи? Что он у кого-то украл или кого-то сделал несчастным? Я не понимаю этого. Но я вам объясню это. Вы способны послушать? Мы в храм приходим не только выпрашивать, а молитва, молитва, она трех ступеней бывает. Первая – просительная. На это мусульмане, буддисты, цыгане, все. Дай, дай, спаси, помоги, проведи, избавь. Вот это первая – просительная. Вторая ступень выше – благодарность. Господь дал так-то, Господь меня тут спас, я прихожу и благодарю. Почему? Потому что голос должен быть услышан. А Господь, говорит, не один когда, а двое или трое. А тут больше людей. Тут хор. Относительность свечи говорить не надо. Не бери, пройди мимо, да и все. Никто же не заставляет. Вы же сами говорите. Меркантильность у них, да, но если ты решил, говорится, на халяву взять, то ты дважды меркантилен. Тем более свечи не восковые. Нет, нет, нет. Я не закончил. Я просил. Я не про то, что на халяву взять. Я не про это. Вы не обижайтесь. Вы просили ответить, я отвечаю. Я просил выслушать. Я понял, вы просто неправильно поняли мой вопрос. Да я не о вас говорю, а конкретно о ком-то там. Вот смотрите. Человек приходит в храм. Вторую ступень надо хорошо прощупать. Я благодарю за все. Послание, писанное кейсом первое, пятая глава, 18-й си, говорит, за все благодарите. За все, что мне не нравится даже. Мне не нравится. Многое не нравится. Вот представьте, я развил такую деятельность, 50 книг насчитал на пленку. Я распространяю. У меня тонн-студия, 15 магнитопонов. Но меня арестовали. Меня арестовали, все изъяли. Я сижу в тюрьме и думаю, господи, я же для людей старался. Никакой выгоды. Бесплатно все делал. Ничего. Уже день-два, и я начинаю Бога благодарить. Почему? Потому что я там нахожусь, куда я не мог пройти. В тюрьму так не возьмут. Теперь я свидетельствую преступникам. Они каются. Следователь обратился к Богу. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Вот теперь я только благодарю. Но когда уже в лагере был, и там убивают людей друг друга, тут я увидел еще новую сторону. Бог говорит третья ступень. Словословие. Я должен славить Бога. Я не прошу. Мне переполнена радость. Какой мир Бог дал в душе. Земля, все, космос для меня. Я вот начальник детского лагеря, 45 лет был. Я детям говорю. Вот вы деретесь, то другое. Ты ударил, сейчас ты мог глаз выбить ему. А этого человека ждали рождения. Поколение ждали. Заметьте, вот дверь на петлях закрывается плотно. Стекло придумали. Хорошее дело. Обувь тебе сделали. Ты еще не родился, а тебя ждали. Ты тоже что-то изобретешь, сделаешь. Я гляжу, у него глазенки загораются. Смотрите, вот сад. Бывшая деревня. Мы с нуля строим православную деревню. Бывшие сады. Вот там малина есть. Вот малину как Бог сотворил. Я им на практике показываю. Я много занимался орнитологией, там, птицами. Ну, просто у меня голубятни две. И показываю с ребенком, чтобы его заинтересовать. Вот у меня полная свобода ребенку дается. Но в рамках закона. А черчен где лагерь, где футбольное поле. Отдельно никуда. Почему? Мы в одном месте находимся, где приезжают люди. Ребенок может потеряться. У нас все под присмотром. И 45 лет ни одного повреждения, ни одного потери, ни одного отравления. Ни одной раны. А тут 7 озера, 9 утонуло детей. Почему? С Богом. Я с Богом и славословлю его. Господи. Слава отцу и сыну и святому духу. И ныне и признан. И 9 человек. И во веки веков. Вот мы сейчас пошли в эту дыру, преисподнюю называют, по-другому не назовешь. Дно Адова. Вот это, что сегодня здесь? Чат рулетка. На рулетке-то играют. И вот пришли сюда люди. Тут что, голые? Сколько мусульман? Тут столько. А мы зашли проповедовать. Но мы, перед тем, как сегодня пойти, мы помолились. Господи. Дай нам таких людей, чтобы побеседовать. Я так скажу. Это не то место, где надо этим заниматься. А именно тут и заниматься. Ну, вы скажете, тюрьма... Я среди уголовников нахожусь. Не, не, не. Среди уголовников. Я проповедую, и они становятся на истинный путь. Потому что вы... Знаете, это все идет от воспитания. Это все идет от Бога и воспитания. От Бога и воспитания. Сначала от воспитания. А уже потом идет то, что вы говорите. Не потом, а то вначале. Если с самого начала не заложили в человека нравственно-моральные принципы в жизни, что нужно относиться к каждому нормально, чтобы человек слышал другого человека и давал ему слово, никогда не будет никакого общества. Никогда его не будет. Если не научится человек слышать другого человека, если он будет затыкать, сидеть вот это письки туда-сюда наяривать, неужели нельзя заниматься это... Если уж так потреблятство, как говорится, нужно это делать. Есть другие ресурсы в интернете. Ты можешь зайти и не показывать это никому. Правильно? А вот посмотрите ресурсы. Вот наш Ютуб открытым оком. 14 тысяч из 100 роликов наших. Мы с нуля строим деревню. У нас большая миссионерская работа. У меня вышло 38 томов, и мы провезли от Тихого Теориона до Атлантического, до Португалии, от Владивостока. 650 городов с библиотеки я подарил свои книги. Но если человек учит нравственности ребенка, без веры в Бога, это отец обрек его. Он думает, это нам все равно в школе долбят. Посмотрите фильм «Класс» называется. «Класс» на документальной основе. В Эстонии было, как ребятиши над ними издевались. Они, наконец, взяли оружие и пришли, класс расстреляли. Это документальная основа. Это не учение о том, что нравственность или еще что-то. Это уже проблема идет в семье. И, во-первых, идет еще от того, что... Ну вот, как объяснить? Интернет. Люди, которые в интернете, молодежь, она стадо баранов. Куда идет тренд, куда массы информации... Она зашла в интернет, эта информация, и все, она потом как паутина разрастается. И маленькие дети, маленькие 14-15-летние дети, они не понимают, что это неправильно. Они не понимают, что это нехорошо, неплохо. Они видят, что это все подхватывают. И они тоже это подхватывают, как мартышки повторяют. Вот и все. Родители должны за этим следить. Это фильтровать должны родители, показывать, что правильно, а что неправильно. А сейчас этого нет. Родители просто бросают своих детей на произвол судьбы. И что с ними будет, как им в школе. Они считают, нынешние вот эти родители, они считают, что в школах... Это вот я, как человек, который... Не говорю, что неверующий, но... Вот своими словами, я вот как назвать человека, который вот по факту, что есть, то есть, да, реалист. То есть я вот что вижу, то и говорю. Что ощущаю, то и говорю. Вот у меня как есть по факту. Я вот так скажу, у меня есть брат с сестрой. Да, сестра чуть старше, брат чуть младше. Их не воспитывают на принципах, там, веры или еще что-то. Но их воспитывает моя мама, так же, как и меня воспитала. На морально-нравственных принципах, что нужно относиться к человеку в первую очередь хорошо. А уже потом, веришь ты, не веришь, ты должен уважать человека, который верит. Ты должен уважать человека, который не верит, но должен не уважать и смириться с тем человеком, который делает тебе херово. Но не говорю о том, что ему надо мстить или еще что-то. Нужно сделать так, чтобы ему не то, что было плохо, а уйти от него и просто закрыть на это глаза. Чтобы он просто, как говорится в всех вероисповеданиях, простить, и Бог ему судья. Правильно? Правильно. Ему за это воздастся, как все говорят во всех религиях. Правильно? Правильно. Тогда, извините, какое может быть вообще воспитание религиозное для ребенка, у которого есть доступ в интернет? Ну и воспитают его, и что дальше? Он доберется до интернета, и что потом дальше? Вы уже снова повторяете одно и то же. Послушайте, вы об интернете два раза говорите. Скажите, вам нравятся стихи Владимира Владимировича Маяковского? Я... давайте так. Он говорит, крошка, сын пришел... Вы перебиваете, понимаете, это невежество, вы перебиваете. Видите, крошка, сын пришел к отцу и спросила, крошка, что такое хорошо, что такое плохо? А кто писал это, застрелился сам. Он нравственный человек. Сколько же он имел? Возьмите, Золотухин Валерий Сергеевич, известный артист. Например, хороший. Так, я говорю, Золотухин. Золотухин Валерий Сергеевич. Это наш алтайский. Теперь оказалось, у него шесть жен. Теперь делят его имение, внезапно он помер. А сын его говорит, он ко мне приезжал сюда, Золотухин. И сын говорит, папа, ну почему ты все время врешь? И сын у него повесился. Артист. А вы возьмите любого, который артист. У них совершенно ненормальное отношение к жизни. Они нравственность там хорошие фильмы могут поставить-то. А сами развратники. Первая, вторая, третья жена. Возьмите, вот у нас губернатор края разбился. Евдокимов Михаил Сергеевич. Теперь у гроба его рвут буквально. Кому он имение? Дома эти кому достанутся? Вот и все. На первом месте ради Бога. Понимаете? Вот мне 80 лет. Сейчас общество надзем. Я вам поясняю. Самое первое на первом месте у людей сейчас материальные планы. Бог, Бог. На первом месте. Мне 80 лет. Я прошел такой путь, который нельзя составить. Меня арестовывают за слово Божие, не за плохие дела. Я иду по пяти тюрьмам, этапы меряю и везде сею слово Божие. На моих глазах убивают людей, я вижу. Ко мне никто не прикоснулся. Уставы нигде стараюсь не нарушать. Вот едем, нас везут. А в это время, ну, самый беспредел, когда сопровождают вот эти поезда с места на место. Жаловаться некому. Женщины криком кричат, в туалет не ведут. Теперь женщины просят, батюшка, молитву напишите. Охранник проходит, а почему вы не отвечаете им? А они через стенку рядом. Я говорю, потому что устав это запрещает. Он постоял маленько, но я вам разрешаю. Я говорю, женщины, говорите, нам бы молитву переписать. Я молчу. Он говорит, а почему молчите? Я, вы не разрешаете? У меня нечем писать. Они передали, я тоже написал. То есть, а теперь я ходатайство, сводите их в туалет. Он смирился. Он охранник. Это на сибирский конвой, это самый такой суровый беспредел. Беспредел. А мы в Бога верим. На первом месте Бога. Теперь он научил сына, будь вежлив, все такое. Его в школе трамбуют. Деньги отбирают. Девочка пришла туда. Что они сделали? Они все уже не девушки. Они ее затащили на седьмой этаж. И ей писали на нее. А когда отпустили, она сразу разбежала и вниз головой разбилась. Теперь другая девушка в другом классе мне следователь рассказывает. Пищугов, который меня вел. И он говорит. Вот сейчас я Рубцовский, судим. Я такого не слыхал. Ни у Достоевского, нигде. Они не девушки. На вторую букву алфавита называются. Но она честная. Они ее затащили в подвал. За руки, за ноги шесть человек держали. А парни насиловали ее. Восьмой класс. Она нравственная, одна нравственная. Что получилось? Бог не защитил ее. А если бы она молилась Богу? Вот у меня в лагере. Я 45 лет начальник детского лагеря. И ребятишки-то под контролем. Но все равно к девчонкам льнут. Ну вот одна девушка приехала. Она из сектантов. Она читает Библию. И они около нее уже лишний раз не проходят. Внутренний человек это другой. Вот заметьте, на костре у нас костер в пятницу. Я прочитал письмо. Среди нас есть человек, который пишет вот письма так. Мама, нас привезли здесь. Кормят хорошо. Солнце хорошо. Там хорошо одно слово. А другое письмо. Там мы приехали. Утро было такое благодатное. Мама, это настолько превосходит все. Мы ночью по телескопу смотрели. Звезды никогда не видела. Она с такой радостью. Мои ребята все заглядывались. Ну кто? Кто написал это? Я говорю, вам нужно знать. Ну как же, среди нас такой интересный человек. А тут девочка была. У нее половина слуха нету. И она молчаливая. Но внутри ее нет работы. Я говорю, я без ее разрешения это письмо не могу прочитать. Она на меня посмотрела и голову опустила. Я говорю, разреши, не показывая себя знаком, что можно прочитать. Я когда прочитал до конца письмо и на него указал, отношение к ней мгновенно изменилось. Почему? Бог. Она о Боге упоминает. Баба, мы с тобой в церковь ходили. А здесь каждый день молятся. Какое питание готовит хорошая воспитательницы? Мы молимся, баба. У нас на лодках учат, на лошадях кататься. Мы корову уже доили. Она вся пылает любовью. Почему? С Богом. Я без помощи государства 45 лет. Тысячи детей поднять. Почему? Я верю в моего Иисуса. Я для него это делаю. А я нравственную. Да меня затоптали сразу. Мы строим деревню. Всякие пакости были. У меня лагерь построенный детский. 18 раз сжигали. И мы на колени становились и плакали. И наконец Бог сделал так, что все прекратилось. Приезжали люди, каялись. Это я сделал. У меня две голубятни. И мне насыпали отравы, чтобы передохли голуби. Из-за зависти. А теперь этот человек издалека приезжает, вызвал меня и говорит. Я вот против вас был. Голубей-то отравил. Это я ночью залез и отравы насыпал. Я говорю, зачем ты сделал? Я не могу сказать. То есть зависть. Если бы просто он, я был голубятник, но я делаю для детей... А может и врет. Говорите. Ну это вы думаете, что зависть. А может и не зависть. А может ему попросили. А может ему сказали. А вот там вот есть такие люди. Надо с ними что-то сделать, чтобы они не это. Не кипишовали, как говорится. Не вылазили из своих норок. Все. Вы же поймите. Сейчас такое общество. Где денег сунешь больше, там пролезешь. И к сожалению, а может быть, наверное, это к большому несчастью, что вот так происходит. Что материальные ценности и вот это вот... Все основанное на деньгах. Вот этот культ вокруг денег, бумажек, которые нахер не нужны по факту вообще человеку. Я так считаю. А если уже так глубоко копать, то наша страна, она вообще в принципе может содержать все население, 147 миллионов, неработающим населением и дать просто целину сибирскую на то, чтобы каждый ввел свое хозяйство, да? Почему нет? Нет. Почему-то все в европейской стране, в европейской части России сконцентрировано. Москва, Подмосковье. Почему все так? Почему большая часть людей живет именно там, а не за Уралом? Вот у меня вопрос всегда был. Что, комаров боимся, что ли? Или что, блин, сибирских? Нет. Нет. По-моему, как-то же раньше, блин, предки могли бороться против этого. Просто проблема вся в том, что людей портит вот именно то, что они не отдают отчет самому себе, что они делают. Они не понимают, что они делают. Они не хотят вообще вникать в это. Они видят, что большинство это делают. И они как стадо, блин, баранов, которые никто не может вести. Они повторяют это все. А, вот он зашел туда. А, что, ему так можно было сделать? Ну, и я пойду так же сделаю. Вот и все. А верующий не так рассуждает. Я перед Богом за все отвечаю. Вы по неволе уже начинаете говорить, как верующий человек. Вы не исключаете. Не то, что по неволе. Я просто, опять же таки говорю, я верю, но у меня нет четко сформулированной веры, вот что я верю. Вот. Это самое главное. Это не верующие. У меня нет, как сказать, вот. Вот, типа, вот мне как-то, я зашел в церковь, да, я не крещеный вообще. То есть я вот, мне 24 года, я не крещеный. Я зашел к батюшке и у него спросил, говорю, вот так и так. Говорю, такой расклад, вот у меня такая ситуация. Что мне делать? Он говорит, ну тут смотри, как бы, вообще бы хорошо покреститься. Ты против или за? Я говорю, мне, честно говоря, что есть, что нет. У меня вот тут и вот тут. Это не принципиально для меня. Висеть на мне крестик. Нет на мне крестика. Это, как мне моя тетя сказала, у меня дядя с тетей, они верующие. Они ходят на посты. То есть все вот эти церковные, они, как говорится, соблюдают, как надо. Но, как сказать, вот этот момент со свечками, вот это все, да. Если бы мне это все кто-нибудь раньше объяснил бы, доказал бы, да, сказал бы, что это типа, ну вот такое, как говорится, такое общество, а такие правила и церковь предпринимает. К сожалению, да. Типа так надо. Потому что, блин, материал для свечек где-то брать надо, правильно? Ну, то есть он из воздуха не возьмется, его тоже покупать надо. И надо платить труд тем людям, которые делают. Да неправильно. В церкви торговля запрещена. Христос выбросил торгашей-то. Вы посторонний человек. У нас две общины. У нас торговли нету, с тарелкой не ходят. Воз покупаем, свечи льем. А там свечи-то не чистые. Еще попало. Я сейчас скажу. Вот проблема нашей церкви в том, вообще, точнее, даже какой церкви, блин, государство. Наше государство не поддерживает церковь, блин, и не обеспечивает его хотя бы, блин, бесплатным материалом для свечей. Элементарно даже. Просто. Почему РПЦ, блин, не может заказать, что, типа, ну, ребят, у нас состояние, блин, нашей страны, я не знаю, в самом охрененном просто состоянии. То-то-то-то-то-то, вы ругаетесь. Мы про материалы про все это. Зачем материтесь-то, зачем? Не матерится. Не матерится? Блин, всем. Ах. Плохие слова только не говорите, а то это нехорошо. Ну-ну. Ну, 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 просто, а уже другого ничего не может быть. Как мы, блин, такая страна, блин, добываем такие ресурсы и в таком, извиняюсь за выражение, говне сидим. Как это? Ну, так просто. Смотрите, вы вопрос задали. Теперь отвечаем. Каков, говорит, поп, таков приход. Так а теперь наоборот надо сказать. Каков приход, таких нам и руководители дают. И вот мне пишут. И пишут не где-то из Москвы. Не кто-то, а Роберт Рождественский. Это не лично. Ко мне, ну, так получилось, что мне попало. И он говорит, нам пишут из провинции. У нас люди хорошие. Ну, дайте нам начальника такого башковитого, чтобы они по полочкам не лежат. Вы из среды себя воспитываете таких? Вы знаете, что есть люди, разные вероисповедания христианские. И они все берегут детей. Они заботятся о них. Безборщики не заботятся. У него все одним моментом. Упал, черви съели, лопух на могиле. У него будущего нет. И поэтому рассуждение топчется на одном месте. Даже если ты узнал в храме не так. А что ты сделал, чтобы так было? Мы вот образовали две общины православные. У нас торговли совершенно нет. Вещи чисто восковые. Воск на пасеке покупаем. У нас с тарелкой не ходят. Ни крещения, ни копейки не появляются. Можно было создать. Но не в раз. Тут еще то, что у меня брат родной, он протоиерей. И нам, конечно, приезжают архиереи, другие смотрят. Наш устав фотографируют. Но ничего не могут сделать. Приезжают и говорят, свои священники, насели на нас. Так бесплатно мы с голоду умрем. Я говорю, десятина. Святая десятина. Все оправдает. Мы должны смотреть на Бога. Почему Господь говорит, Евангелие Теянов 15.5. Без меня не можете делать ничего. Без меня не можете делать ничего. То есть, ты делаешь, оно рушится. Здание большое, щель появляется. Сатана берет грязью, замазывает. Что, вроде так. Коммунизм, коммунизм. Объявили, что в 82-м году будет коммунизм. Его нету. А Хрущев сошел в могилу. Люди поверили. От каждого по способности, каждому по потребности. Ничего дурнее нету. Способности надо развивать. Учиться. Нравственно жить. А потребность какая? Маленький ребенок уже хватает себе все. Или на это тоже клюнули. Был такой атеист, безобразник Вольтер. С Екатериной играл все. И он говорит, через сто лет Библия будет позабытой и заброшенной книгой. Я покажу ее вам. Скорее всего, так и будет. Позабытой и заброшенной книгой. Ее можно будет найти только в археологических музеях, как свидетельство глупости более ранних поколений. И получилось, что на том же самом балконе, откуда он говорил, на втором этаже, образован склад битанско-библейского общества, где Библия переведена больше на 1800 языков. И распространена с 360 миллионов экземпляров. То есть, вот его пророчество. А он решил сына воспитать, чтобы главный нравственный был. А о Боге не знал. И нанял хожалку глухонемую. И она ни слова не может сказать. Дальше он видит, сынишка проснется и куда-то убегает. Он за ним подсмотрел. А там жимолость растет. И он за кустик встал и стоит, руки поднял. Отец говорит, ты что делаешь, Жан? Он говорит, так хорошо все, но кто-то это создал все. А ребенку там лет восемь руки поднял, стоит. И он понял, ничего нельзя сделать. И когда сказали, что с религией покончим, Парижская коммуна это времен, а один крестьянин говорит, скажите, пожалуйста, а вы небо закроете для нас или нет? Да как небо закроешь? Дорогой господин, мы по звездам найдем путь к Богу. По звездам. Кто это сотворил? Надо задуматься маленько. Все, что есть, видим, вещество, а Бог невидимый. Но Бог сущность. Мы молимся, Отче наш, сущий на небесах. Как личность, которая отвечает на молитву. Вот я только сейчас получил письмо из Америки. Знакомый мой, помогающий Андрей Крещков, и говорит, мама моя, сильно болеет. Такие приступы из Америки, он знает, что я молюсь, и Бог отвечает. Помолитесь. Я помолился, день прошел. Он сейчас пишет, маме моей легче стало. Она сколько лет уже страдает. А какое отношение я имею? Никакого. Моя молитва ничего не значит. Это ответ на молитву Божий. Господь простер руку, коснулся и говорит, встань. Болезнь твоя отстала. Вот по виду мне сколько лет дадите? Ну, лет восемьдесят. Точно. Точно. Да, да, не, говорит, ты угадали. Так вот, так у меня за... Я почему-то возрастаю. Да, у меня за спиной-то какие жизни-то? Меня 26 лет терзали мучили. Я пять тюрем прошел, за Слово Божие. И они... И таблетки ни одной не сел, главное-то. Почему? Я в Боге радуюсь. Вот я скажу однажды, такая история была. Я захожу, знакомый, так сказать, как его, председатель краевого суда, Пашков Владимир Иванович, и сидит, практически у него все генеральские звания, пять человек. Мэр города, прокурор края, генерал-лейтенант. О, у них маленький сабантующий, день рождения. Они говорят, а мы только о вас рассуждали. Они все меня знают. Ну, а я-то никто, мошка-бложка. Я говорю, а как вы рассуждали? Более счастливого человека мы не знаем. Притом в интернете, а там они мне пишут. А почему? Какие критерии? Вы делаете то, что вам нравится. Я занимаюсь детьми, восстановлением села, дороги, то есть я все время в пути, в движении. Вот вы как были, пришли, теперь какие отзывы о вас идут в печати, и вы всегда радостные. А я сижу, эти головные дела разбираю, две пачки. Мне это век не надо, но я обязан. А я, когда меня, я прорабом был, после окончания технику, и меня так, отец, все пролетариат, меня направили в органы МВД прорабом, строго режимный лагерь. А потом оттуда призвали в армию. И в армию меня сразу во флот. И в это время образовывались ракетные войска. Я в самом начале их был. И мне дали должность, в которую никто не верит. Одна должность такая была на весь Восток. Да что это за должность? Я говорю, увольнительную на сколько дают? Ну, до вечера, часов бывает на пять. Мне увольнительную давали на один год. Полковники слушают меня, я в училище выступаю, говорят, да такого нет, говорит. Я говорю, есть. Эту должность одну мне Бог дал. Сразу мне присвоили звание старшины, минуя там сержантов этих. Какая должность-то? Я говорю, техник, смотритель воинских зданий Дальнего Востока ракетных войск. Я должен узнавать, кому, офицеру, какую квартиру дать-то. Я записывал, смотрел, как он живет, и все это представлял. А я не ходатайствовал. Это Бог сделал так. Это удивительно все. Поэтому я смотрю на свою жизнь. Нет, но это вы достигли путем, учились. А? Вы же учились все равно путем. Ну, а я строительный техникум окончил. Это у меня подошло. Да, но поэтому нас могли другому дать. Таких-то много было. А почему? Они видели, я все время занимаюсь. Вот в армии... Ну, понятно, да. Вы просто были в этом плане более подкованы. Вы просто рассмотрели личность, которая более-менее соображает. Вот смотрите, в нашу часть прислали новых людей, а формировали мы там разные войска войск, только кавалеристов не было. И со флота, чтобы было больше, чем 10 классов, среднее хотя бы образование. Ну, ракетные войска. Я спрашивал, а кто занимается английским языком? Я самостоятельно за 6 месяцев выучил немецкий язык. Проповедовал у немцев. Я за 4 месяца закончил английский язык самостоятельно. Французский, занялся испанским. И все системы политического мира выучил. А власти-то это видели, это на глазах все. То есть я все время вносил какой-то элемент новизны. Как это быстрее сделать? Как безошибочно работу сделать? Понимаете, почему? Я молюсь. Я молюсь и прошу Бога. А молиться-то открыто не разрешали тогда. Тогда за это дело клепали сроки, если я где-то собираюсь. Статья 142 была. А меня судили по статье 190 прим. Слава Богу, сейчас. О, а сейчас свобода какая. Я 3 радиопрограммы регулярно здесь вел. По эфирному времени на первом месте в Алтае. Во всех воинских частях вел занятия. 5 отделов районных в городе. Городской, краевой. Я спрашиваю, а что у вас здесь знак-то? Это триколор-то. Ни один не может объяснить. Я говорю, знаете, этот флаг вне национальный, вне конфессиональный, вне временный. Он для всех народов мира. А почему? Первая, нижняя, кровь. Как польский поэт Мескевич говорил. Кровью пропитана земля от коры до центра. И католик, и мусульманин, буддий, все рождаются в крови. И в жизни опасности кровавой. Первая полоса, притом она не как-то, а внизу, вот так, горизонтально. Вторая, синяя. Что означает? Помышляйте о горнем, а не о земном. Во всем мире голубой воздух. А третья белая, а это только у христиан. Откровение, 20 глава, 11 стих. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежали небо и земля, и не нашлось им места. Это вот мы должны думать о суде Божьем. О чем Лерман написал. Есть Божий суд на перстнике разбрата. Я флаг этот рекламирую русский. Вот мы проехали, считай, от Владивостока до Лиссабона. Я книги свои дарил. 650 городов. Так перед нашей газелью на колени становились. В Австрии фотографировали. Путин, Россия, газель. До того интересно так было. Представьте, мы 120 тысяч километров намотали три раза по земному шару, по экватору. Это бог делает. Это знаете, как называется? Это по молодежному сленгу называется. Именно вы, то, что вы делаете, ваша деятельность, это приравнивается у молодых как фрик. Фрик это человек, который... Ну, то есть, молодежь, которая не соображает в том, что это такое, она относится к этому как, типа, вот пожилой человек, да, а какие, типа, дела делает, да, там, приехал на машине, тут, блин, вот такое, все, и все, типа, вау, что происходит, что это такое. И для всех это удивительно, и поэтому вокруг такой ажиотаж, и везде это все, как говорится, ну, освещалось. То есть, ну, люди, те, которые вот это все увидели, это прям малый процент, который вообще как-то в это проникся и впитал что-то из этого. Ну, я так думаю. А я не думаю об отзывах. Я думаю о том... Не, ну, это понятно, да, это логично. Я для бога делаю. Мне зачем это там, вот вы начинаете там, и говорят, ну, я что начинаю, это сама работа лежит не сделана. Я иду с ребятишками, мы все гвоздики, стеклышки все убираем с дороги и закапываем. Это будущие граждане. Ну, просто, как же получается, любой человек, ну, я не знаю, может быть, это у меня так, наверное, мне хочется видеть какой-то результат, что этот результат вообще на что-то повлиял. Ну, мой труд, что он что-то достиг, правильно? Да, правильно. Что какой-то пришел. Да. То есть невозможно не обращать на результат внимание. Вот вы сказали, что, типа, посмотреть и, ну, сделать, но не важно, что по результату. Не важно. Тогда зачем ты это делал? К чему были затраты твоего организма, ресурсы, делодвижения, организации? Вот это все для чего? Это же затраты. Для прославления Бога, моего Спасителя. Я во имя Его это делаю. Не мне, Слава, не нам. Это понятно. Но имя Твоему. Я не пираюсь. С точки зрения того, что даже не жалко ли это делать, когда это безответно. Я вот про это. Ответное, ответное. Вот представьте, что... Но не в массах. Я работаю вот в этом. Вот, смотрите. Это наши ресурсы. Так вот здесь роликов 14 тысяч и 100. 14 тысяч. Вы не найдете, чтобы где-то в интернете было столько. Ну, 100 – это уже много. 14 тысяч – это за 8 лет. А почему? Потому что есть что сказать. Город на вершине горы, Господь говорит. Чтобы люди видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного. Вот бывает, муж с женой спорят. Ну, а какая причина, чтобы мирная жизнь была? Да всякие разные. Во-первых, жена не допускает до себя, даже плохо готовит. А Библия говорит не так. Обращайся с женой благоразумно, дабы не было препятствия в молитвах. Молиться надо. А я вместе нету. Вот у меня было так вот. Жена другого раза что-то недовольная там, а я сажусь обедать. Недовольная – это уже плохо. Я сразу встаю, и у меня оружие есть. Где оно у меня тут? Тащил опять? Я уже уронил у него. Котенок утащил опять. А? Достань его. А где оно? Я покажу сейчас. Ну, где-то здесь же оно было у меня. Щетки. Щетки реально показать. Это котенок бегает и сцепляется за ноги. Нет, нет. Нет, да. Ну, там, посмотри, он мог в другую комнату вытащить. И мы… Это принципиально. Мы просто словами… Вот, понимаете, она говорит не так. А я в это время что делаю? Я положил ложку, а мне на стройку идти. Я пищник 40 лет был. Мне не давали правом работать. Я встал на молитву. И щетки, вот я не видел-то. Щетки перебираются. В принципе, православному понимают, что такое щетки. Понимаете, о чем я говорю? Я смотрю, она уже рядом стоит и молится. Все мирно. Я сел, а ей надо договорить, что она была чем-то недовольна. А я размышляю в это время свое. Я опять ложку положил, опять на молитву. А третий раз мне уже некогда. На работу я пошел. Теперь она переживает. Пошел без обеда. А я иду и улыбаюсь. Мне так интересно. Ну, если я был не верующий, то один раз да и кончено дело, чтобы рта не раскрывало. А я на молитву. И молитва, и Господь меня смиряет в первую очередь. А потом и ей. Дети у нас уходят. Три поклона. Папа и дядя. Наверное, вот к этому всему, вот как вы, да, сейчас все это объясняете, как вы, ну, рассказываете. Наверное, приду, ну, не знаю, сколько мне времени потребуется на это все. Вот, смотрите. Это вот щетки. И у нас... Да, я понял. Я пенсионер. Значит, три святое считаем и сто поклонов. И таких заходов, ну, прости, что я так простому выражаюсь, должно быть не меньше семи в день. Не считая утренней и вечерней молитвы, уже девятьсот поклонов. Ну, вот такая неплохая физическая нагрузка, я скажу. Да, я когда помолюсь... Для человека малоподвижного, если брать. Да, да. Я бегаю. У меня две голубятни. Я постоянно, занимаясь голубями, гоняю. Не забывай, что я еще воробьев-то мы разных кормлю. У нас кошек еще сколько. Там, с собаками возятся. Почему? Ну, по-наприютили нормально, да? Можно я скажу немножко еще? Я вам к чему сейчас хочу пояснить немножко еще. Вот вы говорите, может, когда-то вы дойдете до этого. Я вот уверовал в Бога 26 лет. То есть, 26 лет я жил безбожной жизнью. Там много грехов, конечно, натворил в своей жизни. Но Господь меня вывел. Потому что у меня было, как говорится, задавался одним вопросом. В чем есть смысл человеческой жизни? Я видел только пустоту. Ну, потому что там пьянки, гулянки и так далее. Это явно, что ведет только как о гробу. Больше никуда. Вот. И я вам скажу, когда я в руки взял Святую Библию в 26 лет, она меня поставила на колени перед Богом. Почему? Потому что я осознал, читая эту Библию, начиная с Нового Завета, какой я грешен перед Богом Творцом, Создателем. То есть, насколько я грешен. Вот. И я вам сейчас зачитаю небольшое стихотворение. И был такой поэт, писатель Никитин Иван Савич. Он так написал. У него стихотворение называется «Новый Завет». Измученный жизнью суровой, не раз о себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя сил, как дышат святые звуки божественным чувством любви и сердца тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значения, причина и цель, и конец, и вечного сына рождения, и крест, и тернового венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. То есть, у вас настоящая вера будет в Бога-Создателя, именно не просто в какое-то там непонятное существо, как говорится. Только если вы начнете читать Слово Божие. Написано «Вера от слышания, слышание от Слова Божия». То есть, не от свечей, не от того, что там зашли в храм, там помолиться, на икону посмотрели. Это все да, это надо, как православному человеку. Главное это чтение Слова Божие. Вот начните читать Святую Библию. Возьмите ее там, тем более у нас везде свободно продается сейчас. И Господь вас будет вести. То есть, Господи, помоги мне. У меня нет веры. Дай мне ее. И тогда Господь даст. То есть, Господь-то ждет наше произволение. Если мы первое шаги делаем. Могу же, да. То есть, это не до какого-то фанатизма. Просто прочитать для собственного, как говорится, осведомления. Посмотрите, я вам объясню. То есть, ее же не надо зубрить для человека. Ну, вот просто правильно меня поймите. Я, как сказать, у меня есть, я сейчас не скажу, конечно, эти вопросы, да. И есть в самой даже Библии какие-то нисхождения, да. Которые сейчас я не скажу, потому что я ее не читал. Но есть на том же самом Ютубе несколько людей, которые эту Библию перечитывают и говорят именно части, где реально логически даже как-то это не объяснить. То есть, там написано так, что это ты не воспринимаешь. То есть, человек, который не верующий, да, и вообще не понимает, что такое Библия, да, что такое вера. Для него непонятны эти строки. Он просто логику включает, как это, ну, я не пойму. То есть, я понимаю, что, типа, может быть, со временем этот человек может дойти до самой истины этих строк. Но как-то не хочется посвящать много этому времени в силу того, что, блин, а когда работать, да, когда, как вообще существовать, как выживать, где брать, блин, ресурсы для того, чтобы покупать еду. Как вообще учиться, блин, на это надо в школу, ну, в техникум ходить, да, или в университет. Деньги трать, проезд, пешком постоянно ходить тоже, потому что вставать с позаранку и ходить куда-то. Ну, это, в мегаполисе этого невозможно делать. Это надо понимать. Ну, то есть, вот в большом крупном городе, где я живу, да, я не могу себе позволить отказаться от того, что мне облегчает жизнь, в принципе. То есть, я не могу отказаться, да, от транспорта, допустим, да, чтобы экономить на чем-то, чтобы, допустим, потом покупать продукты. Я не могу выращивать эти продукты даже, понимаете. А бросить все, ну, у меня здесь семья, я, как бы, перетянуть всех не могу. У всех есть свои точки зрения, мнения. А, как бы, объяснять, да, можно, в принципе, я согласен, можно что-то объяснить, но получается сейчас так, что вот у меня, честно говоря, желание появляется все больше и больше с нынешней обстановкой политической. Просто взять, собрать весь баул своих хабарей, сесть на самолет и уехать куда-нибудь в Австралию. И вот там, а сесть, серьезно, то есть, я без шуток говорю, это реально есть такая мысль, просто бросить вот то, что происходит за вакханалием в нашей стране, плюнуть на это все. Да, я гражданин Российской Федерации, да, это пофиг, хрен с ним, как говорится. Я возьму и уйду. Все, давай прощайся. И все. Я найду, как говорится, уголок, да, где мне будет не то, чтобы там комфортно или я бегу от проблем, но когда вот такое беззаконие в стране, когда нету человека, который реально придет и скажет, ну, ребята, вы, откровенно говоря, страдаете уже не пойми чем. Вы должны как-то урегулировать этот вопрос. Люди, они не понимают, что вы от них хотите. У нас как вдойных коров вдой. Это неправильно. Мы должны что-то с этим делать. А у нас люди, извините, да, как бы за выражение такое, вот есть, да, люди, которые терпят, терпилы. Вот мы, вот люди, те, которые терпят и ждут до того момента, пока вот индюк в одно место не клюнет, и мы не стартуем с этого. Просто вот мы привыкли к царю нашего общества, российские, да, вот люди. Мы привыкли к царю. Есть царь, который должен править. Вот есть царь, он Путин, да, сейчас, на данный момент. Все, как говорится, хотят, не хотят, но он есть по факту. А по-хорошему большинство хотело бы уже их убрать. Точнее, вот, всего, весь его аппарат. Так, давай, мы сейчас прощаться будем. Прощаться будем. Если у вас будет желание зайти в скайп, еще раз напомним, фамилия и имя. Игнатия Лапкина. Мы благодарим обстрече. Вот можете записать. Вот в форум, если зайдете, 1600 тем. Сайт, на сайте там фильмы, она снятая, по деревню. Вот в моем мире у меня 22 тысячи фотографий. Вам будет все интересно это. Я вас слышал. Так, все, пока. В интернете слышал. С Богом. С Богом. Вас как звать-то? Илья. 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 А вы знаете, как переводится? Ну, я 31 июля рожден был, и меня назвали по церковному календарю вообще. Это 2 августа, память его, Ильи. Оно переводится тремя словами по-еврейски. Бог, моя крепость. Вам... Ну, у меня есть и евреев. Ох. Вы поэтому будьте уже усерднее, чтобы соответствовать своему имени. Бог, моя крепость. Это личность. Я понимаю, да. Отче наш, сущий на небесах. Мне надо к этому просто прийти. Написано, сия книга, да не отходит от уст своих, но пусть счастлива день и ночь. У меня товарищ, у него 10 детей в городе живет, а церковь на 60 километров в Новосибирске, в Искитиме. И он 10 детей содержит, 10, ни один, ни два. И ездит каждую в субботу туда, 60 километров по Малиции. А вот у меня такой вопрос, да, вот не вопрос точнее, а у меня вот такой вот диссонанс в голове. А какому вот для себя рожать детей, да, это вроде бы хорошо, это правильно, да, с точки зрения того, чтобы ребенок был, да, в семье, хотя бы один для начала. А я его не потянул, понимаете, просто даже финансово никак, я его не вытянул. Это ваш выбор. Выбор воздержания постом и молитвы, погасите в себе огонь. Я не смогу просто сделать так, чтобы у меня был ребенок, да, на молитве, чтобы я его выходил. Не женатый заботится, как угодить Господу, а женатый, как угодить жене. А я добавлю, никогда не угодишь ей. Это же самое, я замужний. Господь поощряет, когда ты один, все 100% подаешь для Бога. У нас хорошие друзья в Москве живут, верующие, тоже какие-то там. Вот вы сказали, я не фанатик. Слово фанатас надо освободить. Не, не фанатик, я не говорю, что я фанатик. Фанатичный считать, вы сказали. С фанатизмом относиться к... То есть в каком плане, не фанатизм, а зазубривание Библии, обязательно знать, что это... Я спросил, а обязательно ли это? Обязательно, потому что написано, вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно. И так поступай, себя спасешь, слушающих тебя. А как же другие учения, на это все время надо... Никак, тебе не нужны другие учения, тебе нужен Христос. Не надо. Я много занимался, у меня голова как ящик мусорный был. Я все и буддизм, и все-все захватил, узнавал. Когда я встретил Христа, все отошло. Как будто никогда не было. Христа полюбить надо. Так мы уходим. Наилучших... У меня можно вопрос один? Вот я недавно новость услышал. В Китае есть смертная казнь, правильно? До сих пор. И вот у меня вопрос такой, да? Люди, у которых есть проблемы со здоровьем, онкологические заболевания и прочее, они могут себе позволить, у кого деньги есть, приехать в Китай, и так как у них есть смертная казнь, они могут человека, которого казнили, взять от него, как говорится, донорство, то есть органы. Вот мне всегда было интересно, как вообще церковь относится к медицинским вот таким вмешательствам к человеку, если у него есть такая проблема. Как это вообще? Уже принято решение так. Если это никому не вредит, разрешается. Но лично я, когда мы ездили в это путешествие, я составил завещание. Его на немецком, английском, французском переводчике сделали перевод. Я не разрешаю от меня брать никакого органа. Я запрещаю вливать мне чужую кровь. А если это государство делает? Тут оно казнило человека, который виноват. Я избрал, я избрал. Он насильно не может сделать этого. Я сказал, не трогать. Да. Я завещание сделал. И они его нарушить не могут. И не нарушили. Я сказал, и все. Не потому, что это грех, а потому, что зачем? Я живу временной жизнью. Мне цепляется поехать в Китай, доплатить миллионы. Зачем мне это нужно? В России никогда не было. И прирост чистый. Допустим, молодой человек. Я сейчас закончу. И чистый прирост был ежегодно. 3-5 миллионов, как пишет Менделеев. Нас бы было сегодня 650 миллионов, если бы большевики не победили. За время перестройки 120 миллионов абортов сделали. Кого мы виним? Кого ищем? Путин виноват. Так, с Богом. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Слава Богу. Все.